Добрый день! Вот такая бутылка от березового сока, как вы видите, будет превращаться в ведьмовскую, колдовскую бутылку. Итак, поехали! У меня уже бутылка отмытая от этикетки. У меня на готове те украшения, тот декор, который я заранее купила. Это бумага все. Можно украсить бутылку не обязательно бумагой, можно тканью, можно нитками, можно чем вообще пожелает ваша душа. Также вы можете бутылку вообще не оставлять украшенной, а сделать полностью прозрачной, либо покрасить краской. Еще раз повторюсь, все зависит от вашего вкуса, от того, что вы хотите вложить в эту бутылку. Самое главное это содержание бутылки, а не украшение, но мне захотелось сделать мою бутылочку все-таки нарядной. Насколько у меня это получится или не получится, вы сможете наблюдать вместе со мной. Итак, второй этап. Поехали! Клеить я это все буду с помощью клеевого пистолета. И если у меня получится, вы увидите продолжение этого видео. Я уже наклеила вот такой потрясающий совы листик. Где-то минут 5 пришлось подождать, когда пистолет нагреется. Это первое, вообще, прозвольное клеение листиков и совы. Что мы делаем? Клей горячий. Наносим буквально капельку клея. И очень быстро нужно, пока оно не схватилось, приложить все. Вот таким вот образом мы проклеиваем всю бутылку, в зависимости от того, какой рисунок мы хотим увидеть на нашем маленьком творческом шедевре. Так, лепестки наклеены. И эту бутылку венчают 7 листьев разных цветов. Как вы видите, красные, черные, золотые, вот такие. И вот такая сова. Кроме этого, мне захотелось оформить крышечку. И я ее оформила двумя лепесточками. Вот таким вот образом. Мне показалось интересным сочетание серебра и золота. Достаточно необычно, достаточно интересно. Ну, а здесь вы видите вот такого человечешка. Я его сама сделала сейчас за одну минуту. Это будущие составляющие моей колдовской бутылки. Каждая добавка не просто так. Она символизирует определенные свойства. Она символизирует определенный посыл и определенные желания. Но об этом мы поговорим чуть позже. Как вы видите, создавать бутылку нет ничего сложного. Нужна фантазия, пустая бутылка, клеевый пистолет и немного свободного времени и желания создать свой маленький шедевр. Так, у меня уже практически все готово. Самое главное, что вы должны решить, для чего у вас будет, какое будет назначение вашей ведьминой бутылки. Я решила делать бутылку от сглаза. И, конечно же, вы должны решить, что вы будете туда добавлять, какое количество, парное, не парное, какое число. Например, булавок я буду добавлять целых семь. Это те, которые не будут. Вот все семь. Эти я уберу для других обрядов, другие видео запишу. Кстати, если интересны обряды с булавками, напишите. Соответственно, некоторые у меня будут парные, такие как каштаны, такие как глаза. В этом видео ни одно животное не пострадало. Глаза это, вы сами видите какие, да, это не от животных. Чтобы никто ничего не подумал. Я их покупала в магазине декора. Пёрышко, честно, выпало с птички, просто покрашено. Итак, прежде чем все это положить, чтобы это не было обычным, скажем так, хендмэдом и гербарием, нам нужно нашу бутылочку оживить. Нам нужно вложить в нее жизнь. Каким образом? За счет чего она у нас будет получать энергию? За счет чего она будет получать подпитку? Во-первых, как я считаю, что в бутылке обязательно должна быть какая-то вещь, которая принадлежала вам, да? То есть вот, и чем больше, тем лучше. В моем случае, товарищи, это вот такой вот ужаснейший зуб мудрости, который вот с дырками полуразрушенный. Может быть, кому-то будет неприятно на это смотреть, но он пролежал достаточно много времени, не буду вам его долго показывать. Это мой зуб мудрости. Да, у меня уже его нет одного уж точно. И я решила найти ему применение. Положу-ка я его сюда. И, конечно, кто-то может положить свой волос, кто-то ноготь. Это уже зависит от вас. Но самое главное, это что-то должно быть частичка вас. Кто-то им мозоли свои кладет, кто-то, я слышала, даже в ведьминной бутылке и мочится. Но я решила с мочой не заворачиваться. Не потому, что я считаю для себя это чем-то недопустимо, потому что я считаю, что здесь это не совсем нужно. В качестве жидкости у меня будет выступать зеленый чай, да, товарищи? Это зеленый чай и морская соль. В качестве графина у меня такая же бутылка, только еще с этикеткой, да? Не обработанная, да? Хотя могла бы тоже стать потенциально ведьминой бутылкой, но ассистенткой. Итак, что мы делаем? Как мы оживляем бутылку? Открываем ее. И мы должны нашу бутылку, кто не видел верхушку, она выглядит вот так, тоже я наклеила, оживить. Как ее оживить? Во-первых, мы должны в нее хорошо подышать. И мысленно сказать, что мы оживляем эту бутылку. Кто-то может подышать 7 раз, кто-то 3 раза, в зависимости от того, сколько у вас есть времени, желания и насколько вы чувствуете правильным, да? Потом нужно обязательно туда поджечь свечу, накапать несколько капель воска, да? То есть сделать вот такую вот, внести энергию и огня, энергию воды. Это все, безусловно, нужно сделать. Но как конкретно сделать? Это уже всегда творчество. И чем мне нравится сама идея веканских бутылок, в том, что очень многое дается на ваше усмотрение, на вашу интуицию. Основой является только то, что должна быть бутылка, она может быть украшена, может быть не украшена. Должна быть жидкость, в моем случае это зеленый чай и много-много соли. Кто-то заправляет бутылку вином, кто-то заправляет бутылку маслом, оливком. Тут уже на ваше усмотрение, на ваши возможности и желания. Естественно, должна быть привязка к вам, в моем случае это кариозный, ужаснейший, уродливый зуб мудрости, который я, к сожалению, вынуждена использовать, потому что уже зубы у меня, большая часть уже зубов нет. Но, тем не менее, кто-то и мочу добавляет, кто-то добавляет и ногти, кто-то добавляет и волосы, кто-то и слюну добавляет. Это уже все на ваше усмотрение. Значит, почему такие компоненты? У меня, как вы поняли, учитывая булавки, учитывая глаза, бутылочка рассчитана от сглаза. Конечно, я уже не такая красавица, чтобы меня сглазить, но, тем не менее, бывает. И эта бутылка у нас демонстрационная, как вы понимаете, я ее показываю для вас, как сделать просто, понятно и, как говорится, наглядно. Все эти компоненты в той или иной степени рассчитаны на то, чтобы защитить от сглаза, от завистников и очистить вас. Потому что и апельсин это очищение, и каштаны, и корица, очень многие элементы, и зеленый чай. Поэтому давайте начинать и смотреть, что и как это будет происходить. Значит, что мы делаем? Мы берем, добавляем каждый компонент. Вы можете также прочитать изначально заговор. Опять же, заговор может быть импровизацией. Может быть такой, как я вам предположу. Это уже все зависит от вас. У меня такой текст, такие слова. Ни близкому, ни далекому, ни по высокому, ни по низкому, ни по глубокому, ни по бродному, ни по узкому, ни по широкому. Ни так, ни сяк, ни этак. Ни зеленым глазам, ни серым глазам, ни синим, ни черным, ни молодым, ни старым, ни средним, ни кривым, ни хромым. Никому не спортить, ни сглазить. Все сказанное, все переместится, все переложится на содержимое. Ни сегодня, ни завтра, ни вчера, и никогда. Защити от сглаза. Защити от сглаза меня всегда. Некоторые делают такие бутылки надолго, на 6 лет, на 7 лет. Кто-то делает такие бутылки на полгода. Тут все зависит, безусловно, от вас, от того, как себя эта бутылка будет вести. У кого-то она может сразу быстренько взорваться, у кого-то будет стоять долго. На все можете обращать внимание. Итак, кладете. Я положила на дно мох. Сейчас я положу туда свой зуб. Каштаны. Лимон сухой, сушеный. Если он не пройдет, придется его так немножечко помочь ему. Прошел. Булапки мы уже положили. Перо. Для того, чтобы даже мысли у них не было. Что-то нам негативное слать. Да, то есть перо это мысли. Для защиты и очищения корица. Боже, как она классно пахнет. Это потрясающе. Глаза. И практически уже все положили с вами. Теперь нам нужно это все дело залить нашим зеленым чаем. Который является символом очищения. Который очень хорошо просолен морской водой. Для того, чтобы оно все не взорвалось. Итак, заливаем по чуть-чуть. И просим нашу бутылку защищать и помогать нам. Ну и быть элементом декора, конечно же. Кто-то эти бутылки закапывает. Кто-то эти бутылки прячет за книжными полками. Времена меняются. У кого-то эти бутылки являются просто атрибутом красивого интерьера. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие. Чтобы вы вкладывали в это энергию. Чтобы вы знали, для чего вы ее делаете. И чтобы, конечно, никто ее не мог откупорить. Потому что в идеале бутылку нужно запечатать воском. Залить сургучом и все. Хотя я встречала такую версию, что некоторые используют жидкость из этих бутылок. Есть покупные такие. И, собственно говоря, считается, что этой жидкостью они защищают себя. Ну, мы можем сразу закрутить. Мы можем туда еще сказать какие-то слова, которые мы хотим. Как бы закрыть такой наш замок. И вот такая у нас получилась красота. Тут у нас и перо оранжевое. Я, кстати, думала, что оно побледнеет. Но, видите, оно не побледнело. Тут и зубы. И чего только нет. Да, единственное, нам нужно поменять крышку. Ну, в принципе, эта крышка такая же точно. Это все для наглядности я показываю. Значит, все-таки нужно сказать кое-какие слова. Опять же, все заговорные слова, которые вы делаете, вы должны тихо-тихо шепотом, чтобы никому не было слышно, когда вы читаете. И дыхание может едва касаться воды. Учитывая то, сколько здесь соли, сколько здесь зеленого чая, по идее, ничего плохого, ни плесени, ничего не должно образоваться. Вы сказали те слова, закрыли слова замки. И вот так вот красивенько закрыли, да, нашу бутылочку. Вот такая у нас бутылка получилась. С глазами вот такими. С пером, с мхом, с овой черной. И я надеюсь, что это видео вам понравится. Вы поставите ему лайк. Я очень надеюсь, что оно вас вдохновит на создание своей бутылки. И вы с большим желанием и любовью сделаете для себя вот такое ведьмино чудо. На этом все. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И, конечно же, будьте благословенны. И всех вам благ и защиты.